Наконечно нет ни 70 и ни 71 маршрутных такси. А если по городу они ездят, то только пустые и с включенным аварийным сигналом. Так бастовали водители 4 марта. Я знаете, только что заметила, что не было маршруток тут. Пусто было утром. Я даже удивилась, говорю, что это такое, забастовка что ли? Как выяснилось позже, забастовку объявили и водители других маршрутов. 66-ю и 82-ю тоже невозможно было встретить в городе. Очевидцы рассказывают, что водители всем отвечали. Простите, но мы едем пустые, нам не платят. Причиной протеста стала установка терминалов для льготных проездных, сообщило интернет-издание. Нам поставили умку и ничего не объяснили, когда и по какой сумме будут перечислять деньги. И будут ли вообще перечислять. Мы уже две недели возим льготников, там уже большие суммы набрались. 4 марта водители маршрутных такси собрались около офиса перевозчика. Но руководитель появился не сразу. Он встретился с водителями, сообщает СМИ. И объявил, что компенсация за льготников выплачиваться будет, но через два месяца. Это все решается пока, все еще, под вопросом. А, в смысле решается? Как это все выплачивается, то есть это еще пока все решается? В тот же день, 4 марта, водители вернулись к своей работе. 5 марта на конечной остановке вновь много маршрутных такси. Водители, правда, к разговору не открыты. А забастовка водителей маршрутных такси для пассажиров не впервой. В июне 2017 года систему бесконтактной оплаты только-только установили в автомобилях. И шоферы вышли к руководству. Полтора года назад ситуацию уладили. Остро обстоят события не только с оплатой проезда, но и с получением и пополнением карты. Рядом с киоском по оплате проездных билетов можно увидеть большую очередь. Причину рассказал директор ООО «Городские платежи» Александр Федорук. Говорят, и люди опаздывают с оплатой, и про другие пункты мало знают. И то, и другое имеет место быть. То есть, во-первых, люди, они уже привыкли к определенным пунктам. Во-вторых, они, да, они оттягивают, к сожалению, на последний день пополнения. Хотя мы, например, в своих пунктах предупреждаем клиентов, что пополнение уже начинается с 16-го. Но, к сожалению, большинство людей в последние дни месяца решают это сделать. И, соответственно, создаются такие вот очереди большие. В Рязани есть больше 1200 пунктов пополнения карт УМКО. Это банки, почта, КВЦ и сами киоски. А внести деньги на карту можно с 16-го числа. Вот и выходит, что УМКО удобно пользоваться людям, но не водителям маршруток. А из-за их забастовок страдают, опять же, простые граждане, которые не могут добраться до дома. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.